Сегодня в выпуске. Уфимцы могут придумать название новым улицам города. За январские праздники в республике зафиксировано более 160 пожаров. И в связи с повышением НДС выросли цены на товары и услуги. Как это отразилось на Уфимцах? С 1 января в Уфе на заправках башнефти и лукойла подорожало топливо. В среднем цены поднялись на 70-75 копеек. Сейчас на АЗС разрешено объявление, в которых говорится, что повышение цен связано с увеличением НДС на 2%. Везде же цены поднялись. И на питание, и на бензин, и на все на свете. Живем в стране, где богатство газа и нефти, а платим бешеные цены. Это ненормально. Ну ощутимо, терпимо. Что ж поделать. Также подорожали продукты питания, услуги ЖКХ и многое другое. Ощутили ли эти изменения жители Уфы? Немножко, да, но не более. ЖКХ пока не знаю. А продукты почувствовали. Меня удивило, что молоко подорожало. Ну, остальные тоже продукты есть немножечко. Хоть немножечко, да накручено. Я пока еще не заметила. Я дошла от коньяков. Цена на бензин повысилась, чуть ли не на следующий день. Поэтому, мне кажется, ощутиться скоро. Я к этому была готова. Новый год приносит новые проблемы, как правило. Ну, обратила, цены растут, зарплаты нет. С этого года изменится стоимость проезда в автобусах Баш-Автотранса. К концу января на междугородних маршрутах цена билета повысится на 2%. На сегодняшний день пассажиры приобретают билеты по прежней стоимости. Частично повысим на пригородных маршрутах в рамках постановления Государственного комитета РБ. По тарифам повышение не коснется городских маршрутов. Из-за повышения ставки НДС многие компании объявили об увеличении стоимости своих товаров и услуг. Выросли тарифы на интернет. О сути изменений и как они повлияли на цены нам рассказали в компании Уфанет. С 1 января 2019 года повысилась НДС с 18 до 20%. А что вообще такое НДС, чтобы было понятно бытовым языком? Когда мы продаем какую-то услугу, государство из этой продажи услуг стоимости забирает часть денег себе. Так вот, раньше они забирали 18% от наших услуг, сейчас они забирают 20% от наших услуг. Чтобы не потерять в стоимости, также быть рентабельным на рынке, многие компании поднимают стоимости. Мы не исключение. А как изменились цены? Цены изменились порядка 2%. Именно на тот процент, на который поднялся НДС. На какие-то тарифы 1,5%, на какие-то там чуть больше 2%, но в целом примерно 2%. Это на самые распространенные тарифы от 5 до 10 рублей. А где можно узнать о том, как изменился тариф? О том, как изменился тариф, вы можете узнать в офисе, либо на сайте, либо в приложении. Приложении на мобильном телефоне. Ознакомиться с измененными ценами на услуги компании можно на сайте ufane.ru, в офисах, а также в мобильном приложении. Рустам Нурейшев, Роман Угуманов, городской телеканал ЮТВ. Маленький Павлик бегает по дому раздетым. Его старший брат Данил старается не замечать мужчин в погонах. Их отца несколько лет назад лишили родительских прав. Маму они не видели все праздники. Дети остались под присмотром бабушки. Ну нет, 10 лет кололись вместе с мужем. Потом она бросила, вылечилась, все. Все было отлично, все хорошо. Не знаю, какого-то мужика нашла. Опять начали кололиться. Я думала, хорошей, нормальной. Такой случай не единственный. С начала года в Уфе проходят рейды по неблагополучным семьям. Пока родители где-то продолжают отмечать Новый год, дети остаются дома одни. Видели же там, смотрели, говорится окошко, выглядывали, значит, дома есть. Или родители ушли, детей оставили от них, как обычно. Поэтому происходит всякое. Не открыли двери в других домах. Многие боятся органам власти, опеки и экстренных служб. Родители относятся к своим детям очень плачевно. Вот первое посещение у нас было. Дверь никто не открывал. Видим, что на сегодняшний день дети внутри ходят, дверь никто не открывает. Участники рейда особое внимание удивили пожарной безопасности. С начала года в республике произошло 163 пожара, в которых погибло 16 человек. Основные причины курения и халатное отношение к электрооборудованию. Вот оно уже горело. Видите? Замыкает. И все, пожалуйста, по проводке идет, и дом улыкает. В Уфе за первые 9 дней Нового года зафиксировано 46 пожаров. Начальник управления гражданской защиты по Октябрьскому району Уфы Дамир Гайнудинов отмечает, что в городе при пожарах не погибло ни одного человека. В том числе благодаря рейдам. Проверяем, значит, установленные извещатели, работает, не работает, отметка, кто проживает. Те, которые родились в 2018 году, уже бесплатно тоже устанавливаются, тоже им адреса объясняем. Люди уже напрямую обращаются. В Уфе более 400 неблагополучных семей. В Октябрьском районе города, где в этот раз прошел рейд, 134. Именно столько семей находится в зоне особого риска. Больше всего их насчитывается в Октябрьском, Ордженкидзовском и Дземском районах города. Глеб Безбородов, Андрей Шарыгин, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Новый год для хоккеистов Салавата Юлаева начался с поражения. Подопечные Николаю Целыгин оказались слабее Акбарса. В третий раз за сезон. После каждой игры у болельщиков у финской команды возникают вопросы к тренерскому штабу игрокам. Поражения топ-клубов чередуются с крупными победами над аутсайдерами. В первой домашней встрече этого года Салават разгромил Амур. А следующим соперником стал китайский Кунь-Лунь. Ко второй минуте игры обе команды уже обменялись голами. А в середине первого периода команда из Поднебесной вышла вперед. После пропущенной шайбы Салават Юлаев навалился на ворота соперника. А Григорий Панин на Сэма Ловквиста. Однако самое интересное команды отложили на второй период. Голевую феерию начал Владимир Ткачев. Гости из Китая не думали уходить в оборонительный хоккей. Один точный пас и Кунь-Лунь снова выходят вперед. Дальше настало время игроков Салавата. Петр Хохряков добил шайбу в пустые ворота и сравнял счет. Тема Харти Канин пошел по более сложному пути. И одним броском оставил неудел вратаря и всю пятерку соперника. Главный тренер Кунь-Луня попросил судей проверить, было ли нарушение при забитом голе. Оказалось, что нет. За зачашку времени команда из Китая осталась в меньшинстве. Салават Юлаев разыграл лишнего игрока. Атон Бурдасов был точен. Третий период напомнил начало первого игрового отрезка. Команды обменялись шайбами, однако вернуться в игру китайский клуб не смог. Точку в игре поставил Петр Хохряков. Итоговый счет 7-4. Впечатляющие цифры. Однако вратарей в пропущенных голах винить не стоит. Работу над ошибками проведут и юлаевцы. Николай Цулыгин не скрывает, что уфимцам есть в чем добавлять. Как и в предыдущем матче заиграли, получили контратаки, получили голы. То есть это есть над чем работать, чтобы меньше пропускать и забивать столько же, сколько сейчас забивали. При этом, когда проигрывали 1-2-2-3, ребята молодцы, не опустили руки. В двух последних играх уфимцы забросили 13 шайб. Каков рецепт такой результативности? Сезон долгий. Иногда срабатывает то, что задумал, иногда нет. Мы верим в то, что делаем. Надеюсь, мы удачно завершим сезон. Еще один шаг к успешному окончанию сезона юлаевцы сделают 10 января. Соперником уфимской команды станет «Динамо» из Риги. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов. Городской телеканал ЮТВ. В Башкирии за первые 9 месяцев прошлого года родились на 1376 детей. Меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Такие данные привели в Росстате. Всего за указанный период того года родились 35 560 малышей. При этом республика продолжает лидировать по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе. На второй строчке находится Татарстан. Там родились 34 994 ребенка. А на третьем месте Самарская область 24 876. Житель поселка Новые Черкасы от Женикидзовского района Уфы в интернете рассказал о лисе, которая охотилась на местного кота. Автор сообщения выразил беспокойство, что животное может быть заражено бешенством. Однако в региональном управлении ветеринарии успокоили местных жителей. В ноябре прошлого года всех животных в поселке вакцинировали. Лиса, скорее всего, вышла к людям в поисках пищи. По внешним данным, это курсак. В начале 2000-х годов данный вид мигрировал в Россию со Средней Азии. Животные не приспособлены к нашему климату, поэтому зимой им тяжело найти пропитание. Все куда-то торопятся и забывают посмотреть на сигнал светофора и по сторонам. Именно спешкой отметились два участника этого ДТП. Все по классике. Один торопится и трогается раньше времени, второй же, не желая стоять, и явно тоже торопится, пытается проскочить на последних секундах уже запрещающего сигнала светофора. На следующий день тут же на пересечении улиц Сурюп и Революционная встречаются еще два торопыги. С камеры Уфанет видно, как на скорости приближается автомобиль службы такси и, игнорируя сигналы светофора, вылетает на перекресток. В этот момент в поперечном направлении, не дожидаясь зеленого, выезжает второй участник ДТП. Судя по всему, никто из пассажиров такси не пострадал. Соблюдение скоростного режима в зимний период – одно из важных правил безопасного вождения. Помимо длинного тормозного пути, при экстренном торможении управляемость автомобиля сводится практически к нулю. Примером этого является авария с четырьмя участниками на пересечении улиц Жукова и Бигбая. Как обычно, не обошлось в нашем обзоре без перекрестка улиц Айская и Кирова, где, как всегда, в момент смены сигналов светофора один хотел пролететь прямо, а второй повернуть налево, либо надеясь на то, что первый остановится, подчиняясь правилам дорожного движения, либо попросту не убедился в безопасности маневра и решил воспользоваться русским авось. Эта авария наглядно демонстрирует, что может произойти, когда вы не подчиняетесь знаком движения по полосам. Здесь, с правой полосы, в направлении улицы машиностроителей разрешено поворачивать направо, а с левой полосы – прямо и направо. Тем самым водитель микроавтобуса, скорее всего, не ожидал, что легковушка поедет прямо, и поэтому ее зацепил. Отметим также, что автобус проехал до безопасного места, высадил пассажиров и вернулся на место ДТП. За прошедшие праздники были и такие ДТП, когда водители забывали занять крайнюю левую полосу, а им туда уж очень надо, и они совершают маневр в самый последний момент. Нам, конечно, не видно, что же происходило до того, как оба участника попали в обзор камеры Уфанет. Можно лишь предположить, что синий седан хотел занять левую полосу, после чего совершить поворот, но он не заметил белый кроссовер, который в этот момент как раз ехал по левой полосе. В итоге ДТП. Вообще, такие случаи нередки. Похоже, авария могла произойти и на улице Ленина. Там также героями видео стали синий седан и белый кроссовер. Во-первых, все происходит на последних секундах сигнала светофора, и чтобы успеть, водители поддают газу. Остальные события копируют предыдущую аварию. Только в этот раз избежать столкновения удалось, но кроссоверу все же не повезло, и он влетел в бордюр, получив повреждение. Но вернемся к нашим торопыгам. Ночь, практически пустая дорога. По улице Софьи Перовской явно с превышением скорости летит автомобиль. А перед поворотом он, скорее всего, теряет управление и влетает лоб-лоб во встречный автомобиль. Еще один любитель больших скоростей на зимней дороге устроил ДТП на проспекте Октября. Для тех, кто двигается по улице города Галя, загорается зеленый, и автомобили начинают движение. Когда они достигают середины перекрестка, к ним стремительно приближается легковушка. А дальнейшие комментарии излишни. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Берегите себя, своих близких, и не забывайте, что всех нас ждут дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова